Добрый день, уважаемые зрители! В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор в финансовых рынках. С вами, как всегда, в это время Веселин Питков, аналитик инвестиционной академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Спасибо за ваши плюсики, всем еще раз привет! Понимаю, что с трансляцией все нормально. Соответственно, пора начинать. Первое, что мы должны сделать, обсудить ключевые события, которые произошли за последние 24 часа, также макро-статистических индикаторов, и потом мы перейдем к графикам. То есть, рассмотрим все ключевые валютные пары в торговом терминале МТ4. Давайте мы посмотрим, что у нас вчера выходило после нашего последнего аналитического обзора. Вышла статистика по Канаде. На самом деле, она была опубликована во время нашего обзора, но я ее тогда не прокомментировал. Очень хорошая статистика. Я считаю, что 223 тысячи новых, если могу так сказать, количество начатых новых домов, когда находится выше уровня 200 тысяч, я вчера говорил, что на мой взгляд это хорошее значение. И на самом деле, почему я хочу прокомментировать этот индикатор, надеюсь, помните, что вчера я говорил и показывал последний отчет Банка Канады, в котором указано, что рост рынка жилья или активность рынка жилья в этом году может добавить к общему росту ВВП 0,2-0,3%. Соответственно, на мой взгляд, если продолжится более не менее вот такая тенденция на рынке жилья, то есть если будет улучшение, то мы можем увидеть более высокий вклад вот этого строительного рынка, рынка жилья в общий рост канадской экономики. И соответственно, если эта динамика будет сохраняться и будет более высокий рост ВВП за счет вот этого строительного рынка, то тогда и канадский доллар получит поддержку, то есть более или менее такую солидную, хорошую поддержку. Поэтому я считаю, что этот индикатор имеет хороший такой положительный сигнал для канадского доллара, но мы на графиках обсудим уже пару долларов, канадский доллар более детально. Давайте посмотрим, что у нас сегодня выходило. National Australia Bank, NAB, опубликовал свой индикатор по бизнес-доверию или это доверие, деловой настрой бизнес-кругов или деловой настрой или сантимент деловых кругов. Соответственно, давайте вспомним, что здесь я вчера говорил, что на мой взгляд идет боковое движение, хотя последний столбик, который мы вчера рассматривали, был на очень хорошем уровне. На самом деле я считаю, что действительно идет боковое движение, потому что значение этого индикатора упало с 12 до 5 за последний месяц. Хорошо или это плохо для австралийского доллара? На самом деле это всего лишь исследование вот этого коммерческого банка и доверять ли этому исследованию или нет, каждый для себя сам решает. Я лично отношусь с очень большим уважением к этому банку, считаю, что у них очень качественные прогнозы. Поэтому давайте я более детально сейчас прокомментирую, что здесь написано. Во-первых, НАБ говорит, что экономическая ситуация в Австралии улучшается. Соответственно, на первый взгляд это хорошо для австралийского доллара. Но все-таки они видят некий потенциальный нисходящий риск, а именно падение потребления. То есть, если потребительские расходы в Австралии будут снижаться, экономический рост может оказаться не настолько хорошим, как, например, предполагает сам Центральный банк Австралии. Соответственно, НАБ или этот коммерческий австралийский банк предупреждает, что при снижении потребительских расходов мы можем увидеть более низкие темпы роста австралийской экономики, что будет отличаться от прогнозных значений Центрального банка Австралии, и тогда можно предположить, что австралийский доллар может снизиться. Я даже ранее очень часто говорил, что действительно потребительские расходы могут упасть, и вот такой потенциальный нисходящий риск существует. Так что мы будем более детально отслеживать всю ключевую статистику по потребительским расходам, в том числе розничную торговлю и так далее. А в целом все остальное достаточно оптимистично по австралийской экономике. Идем дальше. Были опубликованы несколько второстепенных индикаторов по Европе. Это французская или статистика по занятости во Франции, запаздывающий индикатор. Я считаю, что это хорошее число. Также уровень безработицы по Италии продолжает снижаться. Давайте вспомним, что здесь раньше у нас были очень высокие уровни, выше 13, в Испании выше 25, выше 26. Вслед за снижением безработицы во всей Европе мы видим, что и в Италии, и в Франции, и в Испании идет улучшение на рынке труда. Поэтому я говорю, что это второстепенная статистика, потому что для торговли по европейской валюте мы обращаем внимание на общую безработицу еврозоны. Следующая инфляция, которая выходила по Великобритании. Инфляция повышается. Индекс потребительских цен почти приблизился к ключевому уровню в 3%. И давайте посмотрим на гистограмму. И мы увидим, что текущие уровни, которые сформировались за последние несколько месяцев, являются очень высокими. На таком уровне инфляция была в 2013 году. И, конечно, если мы посмотрим на более растянутый или долгий период, видно, что эти значения достаточно высокие. Почему это важно? Потому что ранее, в начале августа, и точнее 3 августа, во время своего заседания, Банк Англии сказал, что при росте инфляции, при значительном росте инфляции, Банк Англии повысит ставку ранее, чем рынок предполагает. Даже если будет отсутствовать стабильный экономический рост. Об этом говорил Марк Карни во время отчета по инфляции 3 августа, то есть совсем-совсем недавно. Соответственно, я считаю, что когда инфляция повышается значительно, и вот те уровни, которые мы увидели сегодня, это увеличивает вероятность начала цикла повышения ставок в Великобритании. Чуть попозже на графиках я прокомментирую реакцию британского фунта на фоне этой статистики, что может произойти с британском фунте в ближайшее время, если инфляция будет повышаться и так далее. Мы это прокомментируем на графиках. На самом деле я хочу сказать, что для сайта Аль Пари в разделе аналитика Форекс я сегодня озвучил уже свое мнение по этому индикатору. И давайте я открою этот обзор. Значит, вот обзор, который я написал сегодня. Рост инфляции в Великобритании создает предпосылки для повышения процентной ставки. Но на самом деле у меня здесь такая очень-очень интересная картинка. Эту картинку я взял с отчета по инфляции Банка Англии. И давайте мы ее более детально рассмотрим. Думаю, что здесь очень хорошо видно, что вот эта самая-самая темная часть вот этого фэн-чарта, как этот график называется на английском, то есть вот вот эта самая-самая красная полоса или диапазон вот этого графика. В верхней части мы видим, что инфляция по ожиданиям Банка Англии могла бы и может подняться к 3%. Вот практически уровень в 3% в конце 2017 года и в начале 2018 года. Если всем вам, конечно, которые торгуете по британскому фунту, сейчас это видно, поставьте свои плюсики. Таким образом я узнал, кто торгует по британскому фунту. То есть, если всем видно, что Банк Англии уже заранее об этом предупреждал, что инфляция может подняться к 3% и выше в конце 2017 года до середины 2018 года, то поставьте свои плюсики. Вот вижу, что Наталья Кириллюк поставила свой плюсик. Почему я это обсуждал? Потому что сегодняшняя статистика, которая вышла в 11.30 соответствует в известной степени этим прогнозным значениям Банка Англии и поэтому в моем сегодняшнем обзоре у меня написано, что скорее всего текущая статистика уже учтена рынком. То есть, все уже в цене британского фунта, на мой взгляд. То есть, это не некий сюрприз для рынка. Но, если индекс потребительских цен сохранит свою тенденцию к росту и будет повышаться, то тогда уже мы можем увидеть, что Банк Англии может поменять свои прогнозы. И если в августе он нам показывал, что все-таки во втором полугодии следующего года уже ожидает снижение темпов роста инфляции, и еще раз хочу сказать, а если получится, что официальная статистика будет указывать только на повышение в ближайшее время, то Банк Англии может поменять свой прогноз и поднять свою ставку от 0.25% до 0.50% в ближайшее время. Поэтому будем следить за инфляцией и если вдруг в ближайший месяц или два мы увидим сильный рост, то тогда может оказаться, что Банк Англии намного ранее начнет цикл повышения ставок. Хорошо или это плохо для британского фунта? Думаю, что об этом я вчера писал. Хорошо, если действительно есть хороший экономический рост в Великобритании, то есть тогда действительно можно повысить ставку при высокой инфляции и наоборот. При высокой инфляции поднять ставку, когда отсутствуют экономический рост, это будет очень плохо для британской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе и, соответственно, для британского фунта. Следующее, давайте посмотрим, что у нас было после статистики по Великобритании. В 13.00 по московскому времени был опубликован индикатор оптимизма малого бизнеса США. То есть, если мы посмотрим на этот график, видно, что после выборов США в конце прошлого года, точнее в начале ноября 2016 года, доверие малого бизнеса, то есть малого предпринимательства очень резко увеличилось. Почему? Потому что предполагается, что малый бизнес отдавал и всегда отдавал предпочтению республиканцам США. Соответственно, они были рады, что выиграл Дональд Трамп. Малый бизнес всегда практически ценил республиканцев и, конечно, они хотели, чтобы господин Трамп выиграл. На самом деле, еще в конце 2015, в начале 2016 года малый бизнес перестал расширять персонал, перестал закупать новое оборудование, потому что они были в неком таком ожидании президентских выборов. То есть, я помню, что в вопросах малый бизнес говорил, мы не доверяем демократам, мы не довольны правлением Бараком, Баракой Обамой. Также мы считаем, что госпожа Клинтон вряд ли является хорошим вариантом для президента США и, соответственно, для американской экономики и практически малый бизнес находился в неком таком, у них было очень пессимистичное видение. И они говорили, мы дождемся до выборов и если действительно выиграют господин Трамп и республиканцы, вот тогда мы будем закупать новое оборудование, будем расширять персонал, то есть будем создавать новые рабочие места и так далее. И когда выиграл господин Трамп, вот очень резко поменялось их видение по американской экономике. Если это было видно понятно, ставьте свои плюсики. И видно, что это самые-самые оптимистичные месяцы или это самый-самый оптимистичный период для малого бизнеса США. То есть они очень довольны тем, что господин Трамп является президентом США. Это практически мнение малого бизнеса. И они пока еще продолжают верить господину Трампу. Об этом я сегодня писал для компании Аль Пари на сайте компании Аль Пари в разделе аналитика Форекс. Только что был опубликован этот мой обзор. Вот об этом здесь я написал свое видение. Но давайте вспомним, ранее я говорил, я писал для сайта, что крупные финансовые участники пока еще не доверяют американской экономике и они практически смотрят негативно на администрацию господина Трампа. И здесь получается вот такое различие. Малый бизнес смотрит вверх, то есть оптимистично на американскую экономику, а крупные финансовые участники, я в цели говорю крупные финансовые участники, я не говорю большой бизнес, а крупные финансовые участники это те круги, у которых очень много денег, они могут вкладывать в любой бизнес или даже в любую страну, не только в американский бизнес. Вот они наоборот смотрят вниз, пока еще подчеркиваю, и они видят все по-другому. Если это было понятно, ставим свои плюсики. То есть идет такая дивергенция, идет вот такое различие. Малый бизнес смотрит позитивно на администрацию Трампа, а крупные финансовые участники негативно на администрацию Трампа. Мне лично очень интересно, кто окажется прав. То есть мы очень скоро узнаем, кто поменяет свое видение, либо малый бизнес поменяет свои оптимистичные прогнозы на пессимистичные, если американская экономика вдруг не будет развиваться. И наоборот, может оказаться, что малый бизнес сохранит свои растущие оптимистичные прогнозы, и рано или поздно крупные финансовые участники тоже поверят в Дональда Трампа. И соответственно, тогда они поменяют свои пессимистичные на оптимистичные взгляды. Именно от этого зависит, на мой взгляд, и судьба американского доллара. Вот в этом своем обзоре я именно все это озвучил и написал, что именно от этого зависит и судьба американского доллара. Кто поменяет свое мнение, малый бизнес или крупные финансовые участники. А с точки зрения фундамента, давайте вспомним, ВВП вырос в реальном выражении на 3% по второй оценке за второй квартал 2017 года. То есть, во втором квартале 2017 года можно сказать, что началось улучшение американской экономики. И в настоящее время все-таки крупные коммерческие банки и исследовательские институты смотрят позитивно на третий квартал текущего 2017 года по американской экономике. То есть, их прогнозы сохраняются на стабильном уровне от 2,5% до 3%. Соответственно, фундамент указывает на потенциальное улучшение американской экономики. Малый бизнес смотрит оптимистично еще с конца прошлого года на потенциал американской экономики. Только крупные финансовые участники пока еще с этим не согласны. Очень скоро я считаю, что все решится и будет ясно, кто прав, кто не прав и куда пойдет американская экономика и соответственно американский доллар. Именно то, что нас интересует. Сегодня также по США опубликуется отчет JOLT по рынку труда. Мы видим, что очень много вакансий в США есть, исходя из этого индикатора. Насколько это полезно для американского доллара, я не знаю. Почему? Потому что вакансии, открытые вакансии всегда могут быть. Я также могу написать на неком сайте, что я ищу экспертов-аналитиков для нашей компании, укажу гигантские такие, с целью говорю, гигантские зарплаты. Типа окажется, что работы много, вот ищем аналитиков. Мы готовы платить очень много, даже больше, чем, допустим, в всех финансовых центрах США по сравнению. И вот к нам могут приходить очень часто, допустим, люди, которые ищут работу. И все время им отказывать и утверждать, что вот знаете ли, у вас нет необходимых качеств, у вас нет необходимого образования, у вас нет необходимых знаний и так далее. То есть придумывать вот такие оправдания, что из-за отсутствия качеств, из-за отсутствия навыков, из-за отсутствия знаний, из-за отсутствия подходящего образования, вы нам не подходите. И вот на самом деле, поэтому я уже давно не верю этой статистике, потому что здесь все время так и утверждается, что очень много хороших рабочих мест в медицине, в образовании, в IT-индустрии, в финансовой сфере. Но у людей типа нет соответствующего образования в США. И, как всегда, нам говорят, что это объясняется одним словом. Skills mismatch. Skills mismatch – это несоответствие практически всех вот этих знаний для этих вакансий. Вот так нам говорили и представители Федрезерва. На самом деле, я уже давно этому не верю. Я сомневаюсь, что нельзя найти людей в США с такими качествами. Всегда можно практически обучить население или свой персонал, то есть сделать внутрикорпоративное обучение и так далее. Эта проблема может решиться. Скорее всего, это практически придуманные вакансии, которые не существуют. Это, конечно, мое личное мнение. Что у нас завтра? Завтра публикуется индикатор Food Price Index или цены на продукты питания по Новой Зеландии. Несколько индикаторов по Японии. Мы их прокомментируем. Потребительское доверие в Веспака. Я уже давно говорил, что я отказался от прогнозов Веспака в настоящее время, хотя я их периодически смотрю. Конечно, даже, если честно, каждый раз. Но я их практически в последнее время не анализирую, не освещаю во время наших обзоров. Почему? Я об этом ранее уже говорил. Я много раз увидел, что за последние 2-3 года прогнозы Веспака не только что не сбываются. Они очень сильно отличаются потом от реалии. То есть, они указывают там на некий рост ВВП или публикуют прогноз по некой валютной паре или вообще по любому инструменту торговому и по любому индикатору. И потом, там через 3-6 месяцев, когда публикуется эта статистика, у них вообще полное отличие от их ожиданий. Допустим, они ожидали, что когда пара... Давайте даже я открою МТ4. Сейчас я открою МТ4 и прокомментирую некоторые прогнозы, которые они когда-то давали. Так, секундочку. Давайте даже я осцеллю открою Новозеландский доллар, потому что Веспак в основном находится... Это один из крупнейших коммерческих банков в Новой Зеландии, в Австралии. И давайте я возьму Новозеландский доллар. Вы знаете, вы можете посмотреть их прогнозы вот этого банка и увидеть, например, что ранее, год назад, например, вот когда Новозеландский доллар находился вот здесь, от пара доллар-Новозеландский доллар, Новозеландский доллар, американский доллар, надеюсь, вы сразу ее узнали. Вот когда мы находились вот здесь в прошлом году, они все время говорили, Новозеландский доллар будет снижаться, упадет до 60. Через 2-3 месяца они обновили свой прогноз. Сказали, что Новозеландский доллар будет отсюда падать уже не до 60, а до 63. Через определенное время они снова обновили свой прогноз. Новозеландский доллар будет падать отсюда уже до 65. И вот все время так. И, соответственно, у меня возникает вопрос. Если вы, конечно, посмотрите на их аналитику, это по любой валютной паре, по любому инструменту, в долгосрочной перспективе она очень сильно отличается от реалий. То есть я также могу все время просто копировать один прогноз, что пара упадет там на 4 фигуры. И просто если пара будет все время идти вверх, я просто буду сдвигать свой прогноз типа вверх и вниз. И тогда возникает вопрос, а зачем тогда они занимают вот это ключевое место в финансовой системе Новой Зеландии и Австралии, когда у них вообще неадекватные прогнозы и это по всем индикаторам и так далее. Поэтому я уже давно отказался от этого банка. В том числе периодически я, когда обсуждаю всякие такие индикаторы или там видение определенных коммерческих банков, я говорю. Вот, например, Royal Bank of Canada, RBC. Я также сейчас их не комментирую, их видение, потому что мне кажется, что оно не очень качественное. Последние 2-3-4 года у них прогнозы сильно отличаются потом от реалий. И поэтому я сейчас беру практически прогнозы или видение экспертов тех коммерческих банков, у которых я заметил, что большинство прогнозов за последние 2-3-4 года сбывались. Вот, если видите, очень часто я комментирую, например, там, Скоттия Банк, периодически беру кое-что от Wells Fargo, Benepeperibus в Европе, Barclays, Англии. Но это по конкретным индикаторам, а не то, что вот Barclays, например, или Скоттия Банк в Канаде, эксперт по всем индикаторам по всему миру и так далее. Давайте мы все-таки вернемся к нашему обзору. Поэтому я хочу сказать, что Веспака я, скорее всего, завтра прокомментирую, о чем поверхностно пропускаю. Инфляция по Германии, производственный индекс по Швейцарии. Думаю, что эти индикаторы мы сможем их завтра прокомментировать. Конечно, по Европе хочу сказать, что завтра публикуется занятость, Employment Change или изменение занятости в квартальном выражении, плюс индустриальное производство. Все эти индикаторы мы уже их комментировали. Индустриальное производство мы увидели, что по еврозоне в целом зигзагом идет вверх, то есть волнообразно. Соответственно, на всего лишь одно значение вниз или вверх мы не обращаем внимания. Мы смотрим на этот восходящий тренд. По занятости ясно, что в Европе занятость увеличивается значительно. Последние 2-3-4 года безработица упала до более низких уровнях. Если не ошибаюсь, там 9,1 или 9,2% в настоящее время. То есть это не те высокие значения безработицы, которые были, например, 2-3 года назад. И давайте прокомментирую и ситуацию на рынке труда по Великобритании. Здесь ожидается, что безработица сохранится на этом исключительно низком уровне. Как я вчера говорил, плюс ранее, что этот уровень является самым-самым низким там либо 1974, либо 1975 года в Великобритании. То есть рынок труда находится вблизи полной занятости, очень низкая безработица. Единственное, мы обращаем внимание на рост заработной платы. Здесь это значение указывает на очень маленький рост, потому что это номинальный рост. Желательно, чтобы он был хотя бы на уровне 3-4%. Вы же сами понимаете, инфляция в Великобритании по сегодняшним данным составляет 3%. Вот она инфляция, например, CPI, 3%, грубо говоря. А рост заработной платы составляет 2%. Получается, что инфляция съедает вот этот рост заработной платы. То есть рост заработной платы меньше, чем сама инфляция. Поэтому можно сказать, что это не соответствует стабильному экономическому росту Великобритании. Если общая инфляция не упустится ниже вот этого роста заработной платы, говорить о солидном экономическом росте в Великобритании в долгосрочной перспективе нельзя. Посмотрим, какая статистика выйдет. Я ее завтра, конечно, прокомментирую. У меня на этом по ключевым событиям и индикаторам все. Жду ваших вопросов. Если они есть, пишите в чате, пожалуйста, пишите ваши вопросы по статистике, по ключевым экономическим событиям. И, конечно, мы их прокомментируем. Если вопросов нет, то тогда можете поставить свои плюсики в чате, и мы перейдем к графикам. Жду вашей реакции. Поскольку я вижу, пока только одни плюсики в чате. Но давайте подождем еще 20-30 секунд. Может быть, кто-то пишет. Конечно, не стесняйтесь. Задавайте любые вопросы. Я готов прокомментировать любой вопрос, который, конечно, связан с валютным рынком. Вообще не стесняйтесь. Можете задавать любые вопросы. Мне бы хотелось, чтобы у нас была более такая динамичная, активная дискуссия. Но если вопросов нет, то тогда пора открывать МТС-4 и рассмотреть графики. На самом деле, я хочу сказать, что вы можете в любое время уже писать свои вопросы. Я слежу за… отслеживаю чат. Так что сразу при появлении вопроса я постараюсь озвучить свое видение, то есть ответить на ваш вопрос. Начинаем с долларового индекса. Давайте вспомним, что у нас по долларовому индексу. Вот он наш график, который мы уже давно отслеживаем на месячном таймфрейме. Здесь видно, что в августе сформировался дочь. Мы его обсуждали. Я для сайта компании Аль Пари вписал на эту тему обзор. То есть я прокомментировал этот дочь. В настоящее время вот эта свеча пока еще непонятно, какой сигнал по доллару она дает. Всего лишь несколько дней назад здесь была хорошая такая медвежья свеча. Сейчас она меняет свой характер. Я не могу знать, в каком виде закроется эта свеча в конце этого месяца, но имейте в виду, что свеча может практически и кардинально поменяться. То есть может оказаться так, что мы пойдем потихонечку вверх и что практически от медвежьей свечи свеча превратится в бычью в конце этого месяца. Вполне возможно. Это может произойти в случае доверия крупных финансовых участников к американской экономике. Мне кажется, что будет очень хорошо для американского доллара, если на следующей неделе в среду вечером 20 числа Федрезерв, то есть в скобках Центральный Банк США не поднимет ставку. Мы это будем комментировать в конце этой недели и в начале следующего во время каждого дня, то есть и в понедельник, и во вторник, и в среду. Я буду говорить, еще заранее хочу вас предупредить, что при текущей ситуации мне кажется, что лучше, если Федрезерв не будет значительно ужесточать свою денежно-кредитную политику, то есть если Федрезерв не будет так быстро повышать процентную ставку. При более высоких процентных ставках мы увидели, что экономика США не может работать эффективно и это плохо для доллара. Соответственно, тот цикл, который проводит Федрезерв и госпожа Йеллен должен немножечко замедлиться, по моему мнению, и только в этом случае доллар получит в ближайшее время поддержку и потихонечку валютная пара может начать повышаться, то есть долларовый индекс. Это для нас некий индикатив. Заранее хочу еще раз сказать, что рано или поздно предполагаю у нас здесь не только DXY будет, но и будет и индекс евро. Над этим мы уже работаем в компании. Я продвинул свое предложение. В компании Alpari мне сказали, что это хорошее предложение и они постараются добавить и индекс евро. Почему? Потому что евро практически стал очень интересен, то есть европейская валюта, потому что евро повышается с начала марта текущего года. Вот здесь сформировалась вот эта свеча, которая протестировала еще раз вот это дно и евро пошел вверх. Давайте мы сейчас посмотрим на европейскую валюту. Что у нас есть? Евро находится вблизи приграничной зоны. Вот эту синюю линию, которую я поставил приблизительно через вот эти впадины, мы назвали приграничной зоной, то есть некой границей, которая нам показывает у кого силы больше, кто сильнее доллар или евро. А именно, когда мы находимся выше синей линии, мы имеем более стабильный, более сильный евро и более слабый американский доллар. То есть в это время мы можем сказать, что рынок ставит на стабильность европейской экономики и не так оптимистично смотрит на европейскую, на американскую экономику. И наоборот, когда мы находимся ниже синей линии на тяжелом месячном таймфрейме, рынок более оптимистично смотрит на американскую экономику, нежели на европейскую. То есть вот эту синюю линию, поэтому я ее поставил в прошлом месяце, чтобы понимать эту логику. На мой взгляд, учитывая, что в настоящее время экономический рост и в Европе, и в США имеет очень схожую траекторию в краткосрочной перспективе. То есть приблизительно рост ВВП в США будет на уровне в 2% в текущем 2017 году. И приблизительно на этот уровень предполагается, что выйдет европейская экономика, то есть также на уровень в 2% в текущем 2017 году. Соответственно, давайте я еще один раз открою с целью вот эти прогнозы Скоттия Банк, чтобы это было видно и в табличном виде, что я конкретно имею в виду. Вот мы видим, например, это, конечно, последний прогноз, который был опубликован 7 сентября, то есть в конце прошлой недели. Я его прокомментировал для сайта. Но давайте вернемся к американской европейской экономике. Мы видим, что здесь United States прогнозы по росту ВВП за 2017 год составил прогноз 2,2%, за 2018 год 2,3%. По еврозоне очень схожая ситуация, то есть по Европе. 2,2% за текущий 2017 год, вот они 2,2% приблизительно, как и у США, и 2,00% практически чуть ниже за 2018 год, чем у США. Еще раз хочу сказать, что если мы вернемся месяц назад, то есть в июле и не еще назад, в месяц июнь, в мае, мы можем увидеть, что в основном снижались прогнозы по экономическому росту США, а повышались прогнозы по экономическому росту Европы за вот эти последние 3-4 месяца. И они приблизительно выровнялись. То есть поэтому пара евро-доллар повышалась, и мы здесь, когда выровнялись около вот этого желаемого уровня в 2% в США и в Европе, грубо говоря, 2%, мы выровнялись вблизи приграничной зоны. Поэтому на месячном тайм-фрейме видно, что вот эта последняя августовская свеча сформировалась в качестве доджа, потому что мы тогда говорили, может быть некие крупные участники, которые понимают, что мы находимся вблизи приграничные зоны, и пока еще не могут определиться, какая экономика, американская или европейская, в долгосрочной перспективе будет выглядеть лучше. Вот они понимают, что им нельзя гадать, рисковать, и начали фиксировать свои позиции. Поэтому в приграничной зоне, около синей линии, мы начинаем практически видеть некое замедление, или, как я ранее говорил, некая пауза. Пауза, видимо, сейчас продолжается. Поэтому давайте перейдем к более мелким тайм-фреймам. На weekly тайм-фрейме пока еще разворота нет. На дневном тайм-фрейме идет хорошенький такой восходящий тренд, который хорошо заметен на нашем 4-часовом тайм-фрейме. Пара евро-доллар продолжает свое восходящее движение на 4-часовом тайм-фрейме. Когда меня кто-то спрашивает, а можно ли сейчас шортить? Я все-таки хочу сказать, всегда каждый для себя сам решает. Я лично для себя уже давным-давном сделал, что я контртренд не играю. Подчеркиваю, не торгую, а говорю, не играю. Мне эти игры не нужны. Здесь идет восходящий тренд. Я понимаю, что всегда можно уловить некую вершину, чисто теоретически, а даже и практически. Может оказаться, что кто-то, если здесь закрывался вблизи верхней части тренда, вот мы это обсуждали вчера, что здесь на 4-часовом тайм-фрейме сформировалась разворотная модель Dodge плюс 2 хорошенькие такие медвежьи свечи, которые указали на вот этот разворот. Мы вчера говорили, что это сигнал, что нужно фиксировать прибыль. Если кто-то подключался на покупку, здесь практически закрывается. Или когда мы вчера проводили наш обзор, потому что эти свечи сформировались в конце прошлой недели в пятницу вечером, я вчера говорил, на мой взгляд, нужно здесь практически фиксировать прибыль. Соответственно, это ни в коем случае не значит, что нужно торговать вниз. Конечно, вдруг может оказаться, что сейчас практически вернется доверие к американской экономике, здесь этот тренд будет сломан, и кто-то может оказаться, что зашел на самую-самую вершину. И даже очень часто есть такие случаи, когда человек, потом новичок обычно пишет в чате, вот знаете ли я на этой вершине, например, там продавал или наоборот на некой впадине, соответственно, мне пишут в чате, очень часто это было ранее, когда я проводил такие обзоры, пишут, я купил. А помните ли вы здесь, когда в вашем обзоре обсуждали, что пока еще тренд восходящий, нисходящий, хорошего сигнала нет, я все-таки решил рискнуть, вот я на этом заработал. Я всегда говорю, я вас, конечно, поздравляю, хорошо, что у вас есть прибыль, хорошо, что вам повезло, что вы практически при таком непонятном, в таком непонятном моменте контратренд смогли уловить абсолютную вершину или абсолютную впадину. Но я всегда говорю в таких случаях, не продолжайте этим заниматься, рано или поздно это приведет к банкротству, подчеркиваю, рано или поздно, вы можете уловить одну вершину, вторую, третью, а также и впадины. Но рано или поздно контртренд игра приводит к банкротству. И почему я это говорю? Потому что я сам испытал это на себя, я также когда-то играл контртренд. И в качестве заключения хочу сказать, что именно те люди, которые ранее писали в чате, вот похвастаться, что они зашли на самые-самые хорошие уровни, я всегда заметил, что рано или поздно эти люди просто, не знаю, чем продолжают заниматься, но исчезают с чата и через определенное время они уже не появляются, то есть вообще не пишут, то есть, на мой взгляд, это сигнал, что скорее всего они отказались от Форекса или потеряли свои деньги и делают паузу. И это потому, что играет контртренд. Будьте очень аккуратными и давайте я продолжу сейчас свое видение. На мой взгляд, чтобы утверждать, что этот восходящий тренд сломан, нужно, чтобы валютная пара евро-доллар сначала как минимум пробила трендовую линию, чтобы поставить этот тренд под сомнение. Потом желательно, чтобы, переходя на линейный график, мы увидели, что валютная пара упустилась ниже вот этой ключевой впадины. Давайте поэтому даже я здесь поставлю вот такой сигнал красный. И вот только в этом случае я для себя уже сделаю стабильный вывод, что идут предпосылки о неком потенциальном развороте. И тогда мы вернемся на более тяжелые таймфреймы и себе скажем, может быть, пара евро-доллар потихонечку будет заходить в этот диапазон. Это мое видение. Каждый уже сам для себя решает. Я здесь не буду ничего пытаться гадать. На самом деле, представьте себе, что может оказаться, что это просто коррективное движение. И после этого снова восстановится восходящий тренд. Если я замечу, что восходящий тренд откуда-то начинает восстанавливаться, для этого нужно, чтобы впадина была внутри восходящего канала, на мой взгляд. И это значит, что как минимум выше вот этой впадины. Если сформируется вот такое движение, нам будут нужны 3-4 хорошие свечи на том же таймфрейме, чтобы увидеть, есть такая возможность. В настоящее время, как и вчера, мы говорили, что если кто-то фиксировался, просто сейчас ждет. Вы сами для себя решаете. Пара фунт-доллар. Давайте посмотрим, что у нас есть. Знакомый нам график. Медвежье поглощение превращается сейчас в бычье поглощение. Пару мы комментировали. По фунту я писал в начале недели, точнее вчера, что скорее всего впереди очень волатильная неделя. Сегодня выходила инфляция. Завтра публикуется статистика по рынку труда. В четверг, соответственно, будет заседание Банка Англии. На очень тяжелом таймфрейме идет нисходящий тренд. Но эта медвежья свеча полностью отменилась текущей бычьей свечей. Понятно, что эта свеча пока еще не закрепилась. Она в любое время может поменяться. Либо сильно вверх, либо вниз. Все возможно. Но видно, что этот сигнал на продажу не очень стабилен. На weekly таймфрейме, наоборот, даже идет восходящий тренд. Соответственно, это понятно, что на месячном таймфрейме у нас типа была свеча или сигнал на продажу, который не подтвердился на более низком, а именно weekly таймфрейме. Желательно, чтобы хотя бы на два последующих таймфреймах было подтверждение. То, чтобы мы знали, что и там, и там идет тренд. Либо вверх, либо вниз. Здесь, на дневном таймфрейме, также видно, что вот между зелеными линиями сплошными идет восходящий тренд. Мы тестируем вершину или свечу предыдущего заседания. Давайте мы вспомним, что 3 августа было именно предыдущее заседание Банка Англии. И сейчас мы просто находимся вблизи этих уровней. То есть сейчас рынок будет проверять заявление Банка Англии и куда фунту нужно идти вверх к верхней части вот этого восходящего тренда. Или тестируя вот эту вершину, после некой волатильности развернется и пойдет вниз. Посмотрим. На сегодняшний день также я здесь не вижу никаких сигналов ни на покупку, ни на продажу. Пара доллар-франк. Очень интересная пара. Почему? Потому что вот тут медвежья, бычья свеча потенциально разворотная. Потом медвежья поглощение. Сейчас свеча все время меняет свой характер. Всего лишь вчера она имела медвежье тело. То есть у нас это было медвежья свеча. Сегодня у нас бычья свеча. Я хочу сказать, что здесь ситуация кардинально меняется. И поэтому я вчера поставил вот этот красный прямоугольник. Сегодня я его практически сдвину. Почему? Потому что текущая свеча за последние два дня очень сильно поменялась. А на прошлой неделе здесь была очень хорошая такая медвежья свеча, у которой было вот такое тело. То есть мы это вспоминаем. Вот такое тело медвежья. Сейчас свеча меняет свой характер. В случае начала некого роста здесь может произойти двойное бычье поглощение. То есть свеча, которая перекроет и эту свечу, и эту свечу. И тогда может появиться сигнал на покупку. В настоящее время я пока еще воздерживаюсь. Хотя видно, что мы оттолкнулись на уиклине, на дневном таймфрейме от нижней части нисходящего тренда. Вот он нисходящий тренд между двумя красными линиями. Но пока еще для меня это недостаточно, чтобы утверждать, что пора подключаться на покупку в паре доллар-франк. На 4-часовом таймфрейме на самом деле рисуются очень хорошие обычные свечи в последнее время. И хочу сказать, что может оказаться, что мы снова начнем повышаться к верхней части диапазона. Если у меня появится некий сигнал на покупку, он будет сразу озвучен. Первое, что я хочу сказать. Из всех валютных пар, которые мы только что обсудили, у меня здесь снова начинает возникать интерес на покупку. Буду отслеживать эту валютную пару. В случае подтверждения некого такого более хорошего сигнала, я здесь могу подключиться. И это будет озвучено во время наших обзоров. Так что эта пара снова входит в список интересных для меня валютных пар, где может сформироваться некий сигнал. Соответственно, сразу переходим к паре евро-фунт. То есть, вспоминаем, что я уже долго говорю, что на мой взгляд, если пара евро-фунт, извините, евро-франк поднимется выше вот этой вершины и будет тестировать вот эту вершину. То есть, чтобы стабильно мы увидели, что идет тестирование вот этих уровней, вот этих двух вершин. Вот только тогда для меня четко и ясно уже появится сигнал на ослабление швейцарского франка в паре евро-франки. Соответственно, я его буду отыгрывать в паре доллар-франк на рост. Надеюсь, это понятно. Поэтому следите за этими вершинами, если вы здесь торгуете и не можете в будущем сделать некий хэтч против франка. Покупка евро против франка в паре евро-франк, то есть на рост. И тоже покупка американского доллара против франка в паре доллар-франк, то есть если вы смотрите на рост вот этой валютной пары. Следующее, доллар-иена. Эта пара также возвращается в игру. Давайте вспомним, что мы здесь обсуждали совсем-совсем недавно. Что на дневном тайм-фрейме может сформироваться некий диапазон. Здесь были две вершины, здесь были две впадины. На прошлой неделе я говорил, что если вот эта впадина каким-то образом начнет подтверждаться, я могу рано и поздно подключиться здесь на покупку с целью, может быть, либо середины вот этого потенциального диапазона, либо если очень сильно вернется доверие к американскому доллару, чтобы мы пошли вверх к вот этим двум вершинам. Но когда практически эта впадина не подтвердилась после вот этих двух свечей, мы потихонечку пошли вниз. Думаю, что вчера и позавчера, я пока, извиняюсь, позавчера в понедельник и на прошлой неделе в пятницу, я потихонечку убрал этот диапазон и сказал, сигнал отменяется. Но я всегда говорил и продолжаю говорить, ситуация может кардинально поменяться в любое время. Если сейчас пара потихонечку пойдет вверх, может оказаться, что здесь просто сформируется более такая растянутая впадина и потом пойдем вверх. Также эта пара потихонечку заходит в список валютных пар, за которыми я детально буду следить и частично буду пытаться заходить на покупку. То есть это доллар-франк и доллар-иена. И франк и иена являются валютами-убежищами, поэтому мы понимаем, что когда франк падает, он не падает случайно, потому что падает иена. Также и золото, мы это чуть попозже увидим. То есть эта пара у меня начинает вызывать интерес. На более мелких таймфреймах пока еще я не вижу такого солидного сигнала на покупку. Но он у меня потихонечку появляется, я буду следить здесь за всякими бычьими поглощениями, типа оно начинает формироваться. Соответственно, я думаю, что это было достаточно по этой валютной паре. Вы услышали мое видение. Доллар-канадец. Давайте вспомним ситуацию. Канадец находится в своем таком, имеет очень сильную поддержку, хороший экономический рост в Канаде и так далее. На более мелких таймфреймах мы обсуждали движение в нисходящем тренде. Последние дни, точнее вчера я говорил, что на мой взгляд, я бы не рисковал здесь ловить впадину. Это как и ловить вершину в паре евро-доллар, если они будут формироваться, это хорошо. Меня это не касает. Я не буду сожалеть, если я пропущу вот эти моменты быть очень крутым, зайти на вершины или зайти на вот эти абсолютные впадины. Я хочу сказать, что все эти сигналы, как и в паре евро-доллар, так и в паре доллар-канадский доллар указывали на фиксацию прибыли. То есть, может быть, здесь это хороший момент фиксировать прибыль, если кто-то заходил после заседания Банка Канады на прошлой неделе. Почему? Потому что видно, что типа два раза уже мы тестируем вот эту трендовую линию. Вот первый раз, второй раз. И потихонечку, если доверие к американскому доллару вернется, может оказаться, что пара потихонечку пойдет вверх, и вы пропустите фиксацию прибыли. Покупать ни в коем случае я бы контртренд не играл. Может оказаться, что через 6 месяцев или там через год кто-то скажет, о, вот представьте себе, здесь оказалось, что сформировалась самая-самая впадина, мы потом пошли вверх. Хорошо, удачи. Я не буду сожалеть, если здесь окажется впадина. У меня есть принципы, к которым я придерживаюсь. Австралийский доллар-доллар. У Австралии солидный фундамент. Пока еще никаких разворотных свечей здесь не вижу. Единственное, мне кажется, что, да, в верхней части этого потенциального диапазона может сформироваться вершина, но это всего лишь может. Я не вижу никакого сигнала здесь в настоящее время. И новозеландский доллар-доллар. Вспоминаем, что совсем недавно я перечеркнул нисходящий тренд на H4. Вот он, нисходящий тренд, который я вчера и на прошлой неделе точнее перечеркнул. Хочу прокомментировать сегодняшнее резкое движение вверх, которое началось в 9 утра по московскому времени. То есть здесь потихонечку, рано утром были попытки снова вхождения в этот нисходящий тренд. И что-то произошло, пара резко пошла вверх. Я на самом деле, поскольку понимаю, были выборы, идут некие такие политические гонки в Новой Зеландии. И там одна партия, грин-партия, партия зеленых, оказалось, что там в экзит-пулах или вот этих предварительных исследований не смогла набрать необходимых 5%. И за счет этого новозеландский доллар резко начал расти. Я пока еще не знаю, если действительно это событие объясняет вот эту свечу, потому что я не знаком с этими выборами. Но если действительно это связано с этими выборами, там потенциальными выборами в Новой Зеландии, я считаю, что это имеет краткосрочный характер и это будет являться неким статистическим шумом. И без статистического шума хочу сказать, что при восстановлении доверия к американской экономике мы здесь снова пойдем вниз. Просто это некий, скорее всего, статистический шум. Хотя я пока еще это не утверждал. Буду ли я торговать против новозеландца? Пока еще нет, потому что нет никакого четкого ясного восстановления нисходящего тренда. Буду следить за этой парой. У меня на этом все. Я сказал, в качестве вывода хочу сказать, что я сегодня сказал, что у меня возникает интерес на покупку в паре доллар-франк. Сказал, при каких условиях буду здесь подключаться. Также и в паре доллар-иена у меня также возникает интерес. Здесь и здесь мы имеем такие боковые тренды. Если для кого-то это тренды или некие диапазоны, поэтому по определению объемы покупок должны быть ограничены, потому что здесь нет восходящего тренда, мы говорим о покупках. И здесь практически мы не будем отыгрывать восходящий тренд, а просто диапазонную торговлю. По моим правилам, в два раза уменьшаются объемы от стандартного объема, которым практически вы пользуетесь. Учитываем, что долларовый индекс находится под давлением. Соответственно, любая сделка на покупку американского доллара сопровождена с большим риском. Золото последний инструмент. Давайте мы вернемся и к золоту. Свеча, которая сейчас рисуется, очень интересно. Может сформироваться некий дочь или потихонечку золото может пойти вниз. На более мелких таймфреймах, если мы перейдем, видим, что тоже формируется некий медвежий сигнал. На дневном таймфрейме, точнее на 4-часовом, мы видим, что все-таки движемся в восходящем тренде. Мы это комментировали. Как и в паре евро-доллар, либо при восстановлении восходящего тренда, если откроется сигнал на покупку, покупаем. Либо если будет сломан этот восходящий тренд, мы понимаем, что тренд закончился. И нам не стоит открывать сделки на покупку. Думаю, что пока еще у нас есть достаточно много времени. Если ситуация в паре евро-доллар и в золоте поменяется, мы сможем вовремя это прокомментировать. Сейчас идут коррективные движения восходящих трендов, как и в паре евро-доллар, так и по золоту. Поэтому либо фиксируем прибыль, и точнее она должна была бы быть зафиксирована вчера, и по золоту я это вчера прокомментировал. Сейчас просто наблюдаем, какие у вас вопросы по сегодняшнему обзору. Пожалуйста, пишите в чате. Если появились вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Если, конечно, вопросов нет, ставим свои плюсики, и нам пора прощаться. Так, жду вашей реакции в чате, уважаемые зрители. Если у вас есть конкретные вопросы, пишите свои вопросы в чате. Если, конечно, вопросов нет, то нам пора прощаться. Спасибо, Наталья Дрокина, за ваш плюсик. Ирина, также вам огромное спасибо. Поскольку я понимал, вопросов нет, тогда нам пора прощаться. Конечно, я хочу добавить и сказать, что, в принципе, если у вас появляются вопросы, вы можете мне написать на электронную почту. Моя электронная почта есть на сайте компании Аль Пари. Я периодически общаюсь с нашими клиентами, которые задают вопросы. Так, что, если у вас есть некие предложения, вообще комментарии, или даже пожелания к нашему обзору, пишите на мою электронную почту. Я буду очень рад их прочитать и, конечно, вам ответить. Еще раз тогда огромное спасибо. Удачного дня. Много прибыли, если торгуете. И до завтра. С вами был Веселин Питков, аналитики Инвестиционной Академии. Всем хорошего дня.